Монах Серафим Роуз, Душа после смерти, воздушное мытарство, святоотеческое свидетельство о воздушных мытарствах. Учение о мытарствах есть учение Церкви. Несомненно, что святой апостол Павел говорит о них, когда возвещает, что христианам предлежит брань с духами злобы поднебесными. Послание к Эфесиным, 6 глава, 12 стих. Это учение находим в древнейшем церковном предании и в церковных молитвословиях, страница 138. Владыка Игнатий цитирует многих святых отцов, которые учат о мытарствах. Здесь мы цитируем некоторых из них. Святой Афанасий Великий в своем житии, святого Антония Великого описывает, как однажды святой Антоний, при наступлении девятого часа, начав молиться перед вкушением пищи, был внезапно восхищен духом и вознесен ангелами на высоту. И воздушные демоны противились его шествию. Ангелы, припираясь к ним, требовали изложения причин и их противодействия, потому что Антоний не имел никаких грехов. Демоны старались выставить грехи, соделанные им от самого рождения, но ангелы загородили уста креветников, сказав им, что они не должны исчислять согрешения его от рождения, уже изглаженных благодатью Христовую. Но пусть представят, если имеют грехи, содеянные им после того времени, как он в поступлении в монашество посвятил себя Богу. При обвинении демоны произносили много наглой лжи, но как клеветы их лишены были доказательств, то для Антония открылся свободный путь. Тотчас он пришел в себя и увидел, что стоит на том самом месте, на котором встал для молитвы. Забыв о пище, он провел всю ночь шлезах и стенаниях, размышляя о множестве врагов человеческих, о борьбе с таким воинством, о трудностях пути к небу, через воздух и о словах апостола, который сказал, «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы и века сего, против духов злобы поднебесных, против князя, господствующей в воздухе». Посланник Эфесиан, 6 глава, 12 стих. И 2 глава, 2 стих. «Который святой апостол, зная, что воздушные власти того только и доискиваются, о том заботятся со всем усилием, тому напрягаются и стремятся, чтобы лишить нас свободного прохода к небу, ущевает. Примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злы». Посланник Эфесиану, 6 глава, 13 стих. «Чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого». Посланник Титу, 2 глава, 8 стих, страница 138-139. Святой Иоанн Златоуст, описывая смертный час, учит. «Тогда нужны нам и многие молитвы, многие помощники, многие добрые дела, великое заступление от ангелов, пришествие через воздушное пространство. Если, путешествуя в чужую страну или чужой город, нуждаемся путеводителем, то сколько нужнее нам путеводители и помощники для руководства нас мимо невидимых старейшинств и властей миродержителей этого воздуха, называемых и гонителями, и мытарями, и сборщиками подателей. «Слово о терпении и благодарении о том, чтобы мы не плакали неутешно о умерших, которые по славной церкви положено читать субботу, седьмую по Пасхе и по погребению усопшего». Святой Макарий Великий пишет, слыша, что «под небесами находятся реки змиев, уста львов, ласти темные, огнь горящий, и все члены, смятения приводящие. Не знаешь ли, что если не воспримешь и залог духа» – второе послание к Коринфянам, 1 глава 2, 2 стих. «При исхождении из тела они душу твою поймут и воспрепятствуют тебе в нити на небеса». Беседа 16, глава 13. Святой Исаия, отшельник, один из атеров добротолюбия, 6 век, учат, что христиане должны ежедневно иметь пред очами смерть и заботятся о том, как совершить исход из тела и как пройти мимо власти тьмы, имеющих встретить нас на воздухе. Слово 5, глава, пункт 22. И вновь святой Исихий, пресвитый Иерусалимский 5 век, учат, найдет ли нас час смерти, придет он, избегнуть его будет невозможно. О, если б князь мира и воздуха, долженствующий тогда встретить нас, нашел наши беззакония ничтожным и незначительным, и не мог обличить нас правильно. Слово отрезвения, добротолюбия, том 2. Святой Григорий Двоеслов пишет в своих беседах на Евангелии. Надо бы наосновательно размышлять о том, сколько страшен будет для нас час смертный, какой тогда ужас души, какое воспоминание всех зол, какое забение притекшего счастья, какой страх и какое опасение судьи. Тогда злые духи в отходящей душе отыскивают дела ее, тогда они представляют на вид те грехи, которым расположили ее, чтобы свою сообщеницу увлечь на мучения. Но для чего мы говорим только о грешной душе, когда они приходят даже к избранным умирающим и в них отыскивают свое, если в чем успели? Среди людей был только один, кто прежде страданию с его безбоязненно говорил, «Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 30 стих. Слова на Евангелие от Луки, 19 глава, 42-47, епископ Игнатий, том 3, страница 278. Святой Ефрем Сирин так описывает час смерти и суда в мутарствах, когда приходят страшные воинства, когда божественные изъятели повелевают душе переселиться из тела, когда, увлекая нас силой, отводят в немилуемое судилище, тогда, увидев их бедный человек, весть приходит в колебание, как от землетрясения весть трепещет, божественные изъятели поят душу, восходят по воздуху, где стоят начальства и власти, и миродержители противных сил. Это злые наши обвинители, страшные мытники, описчики, данщики. Они встречают на пути и описывают, и вычисляют грехи и рукописания сего человека, грехи юности и старости, вольной и невольной, совершенной делом, словом, помышлением. Великий там страх, великий трепет бедной душе, неописуема нужда, какую терпит тогда от несчетного множества тьмами окружающих ее врагов, клевещущих на нее, чтобы не дать ей взойти на небо, поселиться в свете живых, вступить в страну жизни. Но святые ангелы, взяв душу, отводят ее. Святой Эфрем Сирин, собрание сочинений, 82-й год, 1882-й год, том 3-й страница, 383-я, 385-я. Богослужения православной церкви тоже содержат многочисленные упоминания о мытарствах. Так в Актоихе, творение святого Иоанна Дамаскина, 8-й век, мы читаем «В час, дева, конца моей руки, бесовские, мя исхите и суда, и прение страшного испытания, мытарств горьких, и князя Леутова, богоматии, и вечного осуждения, глаз 4-й пятницы, тропарь 8-й, песни канона на утренней». Или «якда плотскаго союза хочет душа моя от жития разлучиться, тогда ми предстань, владычице, и бесплотных врагов совета разори, и сих челюсти сокруши, и ищущих пожрете, миа нещадно, якда невозбранно пройду на воздусе стоящий князи тьмы богоневестная, глаз 2-й, утренней субботы, стихирина стиховни». Владыка Игнатия приводит 17 подобных примеров из богослужебных книг, но этот перечень, конечно, неполный. Самое глубокое изложение учения о воздушных мытарствах среди ранних отцов церкви можно найти в слове «О исходе души» святого Кирилла Александрийского, которое всегда включалось в издание славянской следованной псалтири, то есть в псалтири, приспособленной для использования на богослужении. Среди всего прочих, святой Кирилл говорит в этом слове, «Прочие, яковы страх и трепет чайшие душе, имейте в день он, зряще страшных, и дивих, и жестоких, и немилостивых, и бестудных демонов, якому ринов мрачных предстоящих, якое самое видение, единолютейшие есть всякие муки, и же зряще душа смущается, волнуется, болезнует, метется, испрягается к Божьим ангелам прибегающие, держится уго душа от святых ангел, воздухом проходящие и возвышаемо обретает мытарство, хранящие восход и держащие и возбраняющие восходящим душам. Коежда у мытарства своя их грехи приносит, каждая страсть душевная и всякий грех своя мытаре и матьи истязателе. Многие другие святые отцы и до, и после того Кирилла говорят о мытарствах или упоминают о них, процитировав многих из них, упоминавшийся высший историк церковной догматики заключает такое непрерывно всегдашнее и повсеместное употребление в церкви и учения о мытарствах, особенно же между учителями четвертого века непререкаемо свидетельствует, что оно передано им от учителей предшествовавших веков и основывается на предании апостольском. Митрополит Макарий Московский Православно-догматическое богословие Том 2 Страница 535 ДИАТЭН